про иные языки но из другого источника могут ли быть вот это это часто люди тоже спрашивают то есть кто-то говорит там да это там люди беснуются там еще что-то может ли быть такое что иные языки вообще говорение на языках может быть от дьявола то есть от иного духа вообще ну здесь уже хорошо сказали что если человек все-таки не исполнен духом святым то он во-первых признают иисуса господом если он не признает и говорит то это уже какой-то знаешь вопросительный знак или некоторый маячок что происходит да это как такой способ распознать что происходит вот лично у меня была такая ситуация когда пришел ко мне человек мы начали вместе молиться поклоняться и мы молились на языках и я чувствую что он как бы типа молится но у него происходит что-то такое его так вот как-то клинит зажимается гортань я думаю интересно этот дух святой так действует или что я стал спрашивать молиться на языках господь ответь мне что происходит то есть мне дальше просто поклоняться в быть благодати там и все такое что происходит и мне приходит местописание что где дух господин там свобода я смотрю на этого человека вижу что свободы там нет он весь зажат его как бы клинит я начинаю молиться изгонять бесы и в общем минут 40 его там выворачивала там всякие вещи происходили оры крики как бы но человек получил освобождение и сейчас молится благословенно на иных языках и все в порядке понимаешь вот поэтому я думаю что вот некоторые такие это не то что вот только так я думаю что дух святой он дает развлечение духов то есть если ты понимаешь что это какой-то лукавый дух он пытается подражать там или еще что-то да то есть дух святой может подсказать что делать как поступать в этой ситуации да смотрите вы немножко по другому счету как служители я понял ты говоришь со стороны человека а человек внутри себя как простой человек может обновить как простой человек если вы считаете что у вас нет никакого там да какие-то сверхъестественных когда говорит дух святой мы не чувствуем замешательства страха и каких-то странных переживаний что нас вдруг начинает угнетать давить но когда говорит нечистый дух вы сразу можете определить это потому что дух святой приносит праведность мир радость аллилуйя и нет никакого смущения но когда говорит нечистый дух то тогда у человека приходит на самом деле вот такое ощущение просто вот эта формулировка что иные языки могут быть от дьявола они просто узурпировали вообще в принципе вот тему духа святого и во многих конфессиях вот это запугали как как и меня когда-то я недавно сверхъестественно просто пересекся с человеком с которым мы раньше служили вместе в там в другом городе и мы встретились здесь петербурге вообще невероятное количество обстоятельств сложилось чтобы мы встретились и он не рассказал что восемь лет он уже с женой они ходят в церковь а он был молодежным пастором это расскажи что произошло как это было мы ты знаешь мы поехали в элисту на миссию элиста это место такое где очень оккультная где буддизм там и так далее там самый большой буддийских храм в европе стоит это по дороге в астрахани в общем туда на юге вот и мы говорит там у нас концерты запланированы листовочки раздавать и так далее он тоже достаточно из консервативной церкви вот и вот мы все это делаем там и так далее и тут я чувствую что внутри меня побуждение подойти возложить руку на человека и помолиться у нас это не принято я стою борюсь ну как так чуть вот потом смотрю кто-то из моих уже начал возлагать руки думал го господь ты что-то делаешь потом говорит еще чувствую побуждение что-то делать и прям как дух святой потом говорит сошел реально дух святой и люди которые вообще тоже не говорили никогда на них на языках на иных языках начали говорить и верующие и те кому проповедовали начали говорить стали это освобождение происходить люди стали до освобождаться от бесов там и так далее но как они вот такие переполненные вернулись обратно к себе в родной город вот все это рассказали на эмоциях как бы пастор сказал слушайте ну как бы нет ну нет мы не будем это поддерживать там и так далее ну почему часто бывает из-за того что там грубо говоря есть кто платит тот заказывает музыку да когда есть финансирование за рубежа там и так далее есть некоторые уставы люди боятся потерять пост там еще что-то и поэтому ну как бы не хотят быть послушным духу святому и с этого начался упадок понимаешь он где разочарование произошло какое-то и так далее и играть я не ну и ты понимаешь что есть один из признаков последнего времени это когда не только там гомосексуализм там еще что-то там любовь охладеет еще одно что люди будут имеющие вид благочестия а силы его отрекшиеся то есть все вроде картинка правильная у тебя хорошее учение ты добродушный как бы визуально но силы нет и поэтому я верю что иисус сказал вы примете силу и вместе с говорением на иных языках на постов сошла сила и они стали вообще вдруг но они вдруг стали такой мощной артиллерии которая завоевала весь мир но подделки все-таки бывают подделки бывают как бы но понимаешь если вот ты всегда только и только на подделках и сфокусирован знаешь это вот как вы говорят даст даже с купюрами раз ты говоришь то есть можно изучать миллиард подделок как бы и все равно кто-нибудь очень новое подделает а нужно сфокусироваться на изучение оригинала понимаешь вот это тоже самое поэтому это вопрос фокуса если ты вот понимаешь что о это человек получил дарных языков он переживает радость благодать он чувствует что господь близко это ведет его в святость это не ведет его в разврат не ведет его в депрессию в страхе еще что-то ты видишь но это дух святой действует понимаешь как бы а если человек ты видишь что он просто угасает или там ты чувствуешь какую-то фальшь ну тут уже как-то по-другому нужно как бы общаться да а а а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»